Доброе-доброе утро! У нас сегодня утро начинается не с парка, а с дороги. Мы идем в зоомагазин, потому что нам нужно купить корм. Ни одной корминки нету. Ни одной. Как это получилось? Да просто в зоомагазина вчера не было корма. Надеюсь, что сегодня привезли, вернее, вчера вечером привезли. И я смогу сегодня что-то купить. Если нет, придется выбирать какой-то другой. Ну, в общем, вы поняли. В любом случае собакам кайфово. Они любят ходить куда-то. Они вообще еще те шопоголики. Все в хозяйку. Реально все в хозяйку. Особенно Терри по магазинам. Шанти по магазинам. Добби еще нет. Добби еще не такой. Он более спокойный в этом плане. А Терра... В магазин побежали. Терри бы только пошопиться. Вкусняшку купить. Что-то еще такое классное. Да ты, Руська? А Шанти где-нибудь написать. Ну, как, в принципе, и Добби тоже. Меня Терра устроила бойкот. Просто бойкот. Легла в зоомагазине и не собирается идти домой. Понимаете? Красота, красотища. Террочка, я ушла. Добби там увидел котечку. Ой, Добюшка, извини. Смотрите, какой красивый. А Тера все сидит в зоомагазине. Я вот думаю, когда она захочет все-таки прийти. Или долго ли там будет сидеть? Ну, вообще уникально. Собака идет. Шантюся, стоим ждем. Все-таки решила. Все-таки решила выйти. Террочка, мы тебя долго ждали. Спасибо, что ты вернулась. Помните, я вчера говорила, что воняет в парадном говном? Так вот, реально, наверное, у кого-то и забился. И написали такую прекрасную записку. Не кидайте в унитазы. Харчевые подходы, пировые сорветки, засобы особистой гигиены, неоплаченные рахунки, непотребные подарки. Унитаз не для смятя. Наверное, короче, это все попалось человеку. Интересно, какой был там подарок. Прикольно. Идем домой. Корм купили. Смотрите, какая красивая бабочка залетела к нам. А снег уже все. Снег уже хочет ее съесть. Ты мне сейчас снег все разворошишь. Серьезно. Я тебя прошу, пожалуйста. Я тебя прошу, пожалуйста, снег. О, Господи. Просто началась охота. Ну да, да, бабочка. И что сделать теперь? Ты хочешь ее скушать? Хай себе летает. Правильно, не трогай ее. Она сейчас полетает и вылетит. Бабочку спасли. А теперь можно позавтракать. Давайте будем смотреть, что у меня получилось из вчерашних моих хим-процедур. Так, солнышко хорошо светит. Сегодня вообще на улице безумно тепло. Здесь я уже запарила себе овсяночку. Она сейчас немножко отойдет. Я не знаю, как я буду делать. Я буду делать ее или сюда, или это туда. Но мне кажется, будет не очень хорошо. Так что, скорее всего, обсанка будет отдельно. А чья будет отдельно. Давайте смотреть. Вот. Посмотрите. Просто какое-то желе получилось. Реально. Реально желе. Блин, вы не видите. Зайка, сейчас я сначала сделаю себе завтрак, окей? Так, а теперь давайте попробуем. Вот это вот без ничего. Мне просто интересно. Слушайте, я скажу так. Что это очень даже вкусно. Теперь мы добавляем изюм в овсянку. Изюм. Ммм. Тоже безумно вкусный. Вот это у меня будет полезный завтрак. Такого полезного завтрака нет ни у кого. Интересно, если я в овсянку добавлю вот это вот. Будет вкусно или нет? Ну, это очень вкусно. Реально, это очень вкусно. Интересно, осилили ли я такое. Но теперь я хочу сюда еще добавить мед. Блин, у меня нет палочки для меда. Это очень печально. Поэтому придется брать просто ложку. Я такую, знаете, хочу штучку специальную для меда. Ну, я думаю, вы поняли. Она деревянная и как у Винни-Пуха. Сказано вот, да. Она деревянная и как у Винни-Пуха. И мед на нее накручиваешь. И потом опускаешь в ту емкость, которую тебе надо. Очень даже удобно. Так. Так. Короче, я все испачкала. Это нормально. Это нормально. Перемешиваем. Может быть, даже и перемешивать не надо было. Ну, короче, когда оно не перемешано, оно намного симпатичнее смотрится. Когда оно перемешано, оно получается такое вообще просто фигня-фигня. Но должна быть вкусная фигня. С медом это вообще нереально вкусно. Как мне эту осанку процедить, чтобы ее сюда добавить? Я хочу еще вот так вот попробовать. А ну-ка. Вот так вот. Это просто что-то невероятное. Слишком много воды добавила в овсянку. Но это, ребята, безумно вкусный завтрак у меня получился. Полезный и сытный. Потому что здесь и овсянка, и йогурт, и чия, и мед. Я бы сюда еще добавила, возможно, каких-то орехов. Было бы, мне кажется, вообще идеально. Да. Это оно. Кира, хочешь попробовать? Да. Хочешь попробовать? Закрытыми глазами. Зря. Вот реально зря. Зря. Ребята, попробуйте себе тоже такое сделать. Единственное, что, наверное, надо порции все-таки поменьше делать. Это очень большая порция. Я, возможно, столько не осилю. Если я съем это все, то мне уже и завтрака, и обеда, и ужина не надо. Я буду завтракать, а потом у меня очень важная миссия сегодня. О которой я тоже неравненно говорила. Вот сегодня я хочу ее исполнить. А также я Киру записала к стоматологу, но на завтра, потому что сегодня она уезжает на день рождения. Короче, ну да. Сегодня 24-е, сегодня день рождения у Меры. Так что все поздравляем Мира с днем рождения. Снег, давай, пожалуйста, выключаем функцию самоубийц и остаемся в квартире. Я съела все. Просто все. Это было безумно вкусно и очень сытно, потому что я сейчас чувствую, насколько я наелась. Но наелась не так, что у меня вот именно живот, знаете, как разбух. Как вот в Макдональдс. Заходишь, покушаешь, потом у тебя живот огромный, тяжелый, и тебе некомфортно. А я просто сыта. Но абсолютно нигде ничего, я кто кажет, не выпирает. Это очень классно и это очень вкусно. А Кира все сидит и учится. Какая молодец, какое загляденье. Сейчас я вам что-то покажу. Помните, Кира вчера покупала холсты? Так вот, она на этом холсте хочет... Кира, я тебе приготовила краску, и она уже что? Вот такое. Хочет нарисовать вот такое вот. И вот она уже сделала эскиз на одном из... И потом будет его разукрашивать. А второй я взяла на всякий случай. А что, ты на втором нарисуешь что-то тоже? Второй рисунок у тебя есть какой? Так, а если я вот это, протуплю, это ж... А что тут можно протупить? Там сложная техника, ты что? Ты думаешь, это легко? Я думаю, что будет нормально все. Вот так вот, красками? Ну да. Не важно, может у тебя получится чуть-чуть по-другому. Но я не думаю... Тут же тени надо как-то красками делать. А второй рисунок какой? А второй... Я просто выбирала между каким. Я думала этот. А, второй вот такой вот она хотела. Но я подумала, что это слишком легко. И если уже делать, то делать, ну, по максимуму. Короче, пожелаем ей удачи. А я... А я... Жду, пока у меня поубирает пылесос. Кира красит брови. Я свои брови уже накрасила. Почему так часто их крашу? Потому что краска очень быстро смывается. Видимо, так хорошо мы умываемся и трем эти брови, что краска реально надолго ее не хватает. Я сейчас должна заполнить налоговую декларацию на YouTube. Это первое. Заплатить за квартиру. Это второе. А третье, ребята, я же хочу сегодня, то, что я вам уже говорила, перебрать свою аптечку. Но для этого мне нужно пойти купить специальные штучки, которые я положу в ящик. И коврик, который я тоже положу в ящик, чтобы эти штучки не ерзали по ящику. Короче, все. Главное, делаем квартира YouTube, а потом все остальное. У меня просто будет инфаркт. Я пока подавала эту декларацию налоговую, я думала, что я сойду с ума. Один компьютер зависает, второй компьютер зависает, телефон зависает, интернет пропадает. Всего лишь на заполнение 20 минут. Я не знаю, что я сделала, но мне подтверждение еще не пришло. У меня просто вообще, я вам честно говорю, у меня просто вообще... Акира собралась. Ты подарок взяла? Сейчас узнаю. Покажи, давай уже можно показать, что ты подаришь. Ей подарят, да. Кира и Вика вдвоем. Они подарят очень-очень красивую подвесочку и браслетик серебряный. Круто. Все, люблю, целую, удачи. Ты такая сегодня деловая. Я еще и куртку взяла мою. В смысле твою. Кира, иди. Я еще до сих пор не могу отойти. А ты уроки вообще сделала? Да. А больше ничего там не пришло, да, тебе? Фу, иди, потому что я должна отойти от всего, ладно? Ну, я сегодня, на сегодня должна была делать, я сделала заранее. То, что поприходило, я сделала. Все, люблю. Все, я точно не забыла. Вернись, если что. Давай, пока. Фу, за квартиру платить легче. Такие сложные документы. Мне столько нервов. Просто вот, вот, вот все, понимаете? Все из меня высосали. Просто все. Конечно, все классно и хорошо, но я пошла за... О, май гад, посмотрите, какая у меня здесь красота. Да, у меня здесь даже есть корм для кота, который, кстати, нужно переложить. И даже есть плоскогубцы, которые тоже нужно переложить. И даже есть скотч, который тоже нужно переложить. И шапочки для тарелок тоже нужно переложить. Эти шапочки я купила вчера. Тряпочки тоже нужно переложить. Вот это. Блин, аптечка, тут все нужно переложить. Жесть просто. Я же хочу, чтобы эта тумбочка была чисто с аптечками. А тут у меня, понимаете, все, что хочешь и не хочешь. Так, это все уже аптечка. Мне, значит, нужно раз, два, три, четыре. Даже может быть пять. 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 Раз, два, три. Да, наверное, пять. Пять коробочек, чтобы я могла вот это вот все разложить. Но это еще не все. У меня здесь еще же есть. Вот у меня еще лекарство. Это собачье. Здесь у меня еще лекарства. Куча лекарств. Да, да. Здесь у меня еще и нитки есть с иголками. Нормально, конечно. Хорошо. И здесь у меня еще есть тоже лекарства. И вот это сюда. Вот это сюда. И вроде бы все. И градусник не нужен. Все. И вот это вот все сейчас нужно разложить. Аккуратненько в этой тумбочке. Так, значит, здесь у нас в Авроре есть вот такие вот. Но это, наверное, мне не поместится в тумбочку. Хотя бы вот такая одна большая тоже была бы очень даже и неплохо. Но, скорее всего, она в тумбочку не станет. Хотя, наверное, вряд ли. Хотя, может быть, даже и да. Можно взять, кстати, одну такую. И вот таких вот три. Здесь только три есть. Я просто не знаю, встанет она или нет. Но если не встанет, можно поменять какую-то свою старую и новенькую сделать. Черт. Вот что делать? Может быть, и да. Давайте попробуем, рискнем. Девчонкам не повезло. Стоят они возле метро и ждут, пока будет отбой тревоги. Потому что им нужно сесть на транспорт, который во время воздушной тревоги не ходит. И они сейчас сидят в одиночестве и ждут. Ну, не в одиночестве, а они вдвоем. А я Виктории купила подарочек. Надеюсь, Кира мне сегодня Вику приведет. И я ей вручу его. Приветики. Только зашла домой, отбой воздушной тревоги. Привет, привет, привет. Да. Короче, я купила все, что я хотела. Ой, я думаю, что влезет. Я взяла коврик, но чтобы положить. Был еще белый, черный. Но я подумала, что серенький будет отлично. Ну, это чтобы вот эти вот штучки не ерзали. Они реально очень щетко стоят, когда на коврике. И один огромный. Вообще, правда, не знаю, как я все это помещу. Возможно, вот так вот или вот так вот. Ну, в общем, каким-то образом я должна все поместить и разделить здесь все таблетки и лекарства. Подарок для Вики. Потом взяла еще вот такую вот интересную вещь. Это у нас нетоксический пластилин-клей. Боготоразовый, многоразовый. Представляете? Вот. Я думаю, что классно, чтобы Кира, например, клеила свои картинки. Или можно ее картины, которые она нарисует, потом приклеить на стену. Очень интересная штука. Я не знаю, как это работает. Кира придет, потом будем проверять. Еще взяла, это уже по канцелярии чисто, для Киры клей-ручку. Потому что у нее уже практически закончилось. И взяла, пусть будет очень удобная вещь и безумно классная. Она себе постоянно в тетрадках что-то клеит. На принтере мини распечатывает. В тетрадку потом это все красиво приклеивает. Хоть у нее есть и самоклеющие стикеры, но все равно она этим клеем пользуется достаточно-достаточно часто. А вот эта штука интересна, попробуем потом. Ну и Виктории подарок. Вечером, когда Виктория выйдет, я обязательно вам покажу. А сейчас, а сейчас, ребята, будем разбираться вот с этим со всем. Господи, опять там шумет. Вообще, на самом деле, эти контейнеры идут для холодильника. Вот. Но я их буду предназначать для другого. Я вообще хотела в холодильник сделать тоже так красиво. Типа положить контейнеры. Но на самом деле, вот эти вот я не знаю, для чего можно в холодильнике использовать, кроме яиц. Мне кажется, больше не для чего. Вот это вот можно там для фруктов, овощей. Но я люблю фрукты, овощи в холодильнике держать. У меня полотенце специальное на полочке. Я туда кладу овощи для того, чтобы они не портились. А фрукты я не покупаю такое большое количество, чтобы можно было их класть в холодильник. Они у меня все стоят здесь и съедаются буквально за пару дней. Не могу сорвать вот эту вот этикетку. Она так хорошо приклеена. Я не могу ее оторвать. Короче, не буду я ее оторвать. Поехали? Поехали. Я знаю, ребята, что некоторым очень нравятся такие видео. Поэтому я вот с вами вместе. Потому что я тоже люблю все такие интересные видео. Вот. Вот. Я знаю, для чего мне большой контейнер. Потому что у меня есть офигенный аппарат. Называется Здраствуй, прощай молодость. Вот. Вот этот вот аппарат у меня есть, который я как раз положу сюда. Идеально. Идеально. Я же говорю идеально. Еще у меня есть такие огромные вещи, как корега. Это для киринных пластин. Их тоже можно положить вот сюда. И пластыри. Китс. Кстати, у Киры есть пластыри. Она, наверное, не знает, что они у нее есть. Они тут такие прикольные. Такие классные. Я сейчас даже вам покажу. Вот, например, возьмем один. Кстати, я видела недавно в тиктоке, что на вот такие вот вещи реально тренд сейчас. Представляете, я не думала, что на пластырь может быть тренд. Но даже всякие дома мод делают на своих моделях а-ля вот такой вот момент. Сейчас я вам покажу. А-ля вот такой вот момент. Вот так вот. Опа. А-а-а, очки приклеились. Ну, в общем, вот так вот. И они типа а-ля ходят по подиуму в шикарном обмундировании. Так, ну что. Теперь давайте все вот это вот достанем. У меня тут есть баночки-скляночки. Я потом это все разберу. Сначала нужно все достать. К сожалению, мало места. Поэтому я думаю, что вам хорошо видно и мне хорошо видно. Сначала все достаем. Опачки. Главное, чтобы у меня одна... А-а-а, у меня есть мак-кофе. Вот это сейчас я как... А-а-а, господи, я так давно искала эту карточку. Мега-маркет, скидочная карточка. Это мне не нужна карточка. Это мне не нужна карточка. Это мне не нужна. И еще вообще какая-то пустышка есть. Представляете, целая пустая какая-то тоже карточка. I don't know what is at this. Вот, конечно, с лекарствами это очень интересная история. Потому что их еще нужно разложить по каким-то там своим признакам. Типа, что надо, а что не надо. Ну, в плане не что надо, а что не надо. А в плане от чего они и для чего они. Я же еще тот знаток, что мне надо, а что не надо. Теперь берем вот эту вот красоту. И вот так вот ее ставим. Здесь нужно разрезать. Надо ли разрезать? Наверное, я не буду разрезать. Вот так вот просто сделаю и все. Нет, все-таки, наверное, нет, не буду. Да не хочу ничего резать. Не хочу. Все-таки надо. Наверное, надо. Все сделаем, чтобы было красиво. Правда? Зачем нам, чтобы было некрасиво, если можно сделать, чтобы было красиво. И теперь нам нужно вот здесь вот, по вот этому вот, отрезать. Отрезаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит делать разные уборочки дома, раскладывать все красиво, чтобы все было как-то комфортно. Я не знаю, эстетично. Я очень люблю. Хотя у меня очень часто, конечно же, бывает и хламидиоз. Но стараюсь, стараюсь. И вот так вот. Чтобы было все более-менее. Теперь. Самый главный контейнер, это вот этот вот, который идеально, просто идеально становится сюда. Но я не знаю, как его поставить, потому что дальше вот эти вот контейнеры. Кстати, они сюда просто стали перфекто. И еще бы даже, наверное, один влез. Ну и все, что можно докупить. Еще один. Вот, посмотрите, как они шикарно стали. Ну и сейчас будем смотреть, что мы можем вообще здесь сделать. И как нам здесь аккуратненько все разложить и расставить. Сначала, наверное, расставим все баночки. А-ля типа хлоргексидин. Потом разные кардиофорты. Форте. Потом у меня здесь есть хлорфилипт. Кстати, самое лучшее средство от ангины. Только начинает болеть горло. Именно вот такой вот масляный хлорфилипт. Он стоит вообще копейки. Столовая ложка, если ты взрослый. Чайная ложка, если совсем маленький ребенок там, младенец. В рот и полчаса ничего не есть. Горло проходит за сутки. Поверьте мне. Вот реально за сутки проходит горло. Все время, все 14 лет я киру лечу. Именно вот этим вот средством. Больше ничего не покупаю. Также себя. Конечно, это не очень вкусно, не очень приятно. Но оно супер помогает. Так что мой рекомендацион. Вот реально мой рекомендацион. Что вот это? Реалис. Реалтрис. Реалтрис. Спрей назальной дозованной субсензии. До какого он срока? Годный. До 06.25. Он годный, но я не имею понятия, что это такое. Но он полный. Оставляем. Ношпа. Как по мне, это вообще самое бесполезное лекарство, если его пить вот так вот. Ношпу с аналгином колоть в попу намного эффективнее. Или с димедролом. И тогда оно реально обезболивает. Вот так вот его пить. Но оно у нас как бы есть. Ну пусть будет. Может быть редко пригождается. Вообще в принципе никогда не пригождается. Теперь у нас здесь есть лаванда. Аромамасла. Вот у нас пошли еще аромамасла. Их можно вообще куда-то в этом. Потом у меня еще есть корица аромамасла. У меня нету аромалампы. Хотя была. И так хочется себе снова аромалампы. Но почему-то у меня аромалампы ломаются точно так же, как и фены. Понимаете? Точно так же. Так. Это у нас ветдерм. Это от Теры. Вот, кстати, меня спрашивали, чем я спасаю собаку от аллергии. Ветдерм. Такое желтое лекарство. В пипеточку. И собаке даешь. И сразу же все проходит. Лучшее. Оставляем тоже здесь. Но у меня собаки. И мы все в одном месте. Следующий у меня есть барьер. Капли противомикробные. Глазные. Для собак. Глазные капли. Еще у меня есть заживинка. Присыпка от порезов, от прыщей, от всяких неприятных ран для собак. Тоже лучшее средство. Тоже оно копеечное, но просто обалденное. Даже Киру спасаю им, если у нее где-то потеет. Я этой заживинкой присыпаю. И сразу же все хорошо выходит. Так, следующее. Еще у меня здесь есть. У меня тут, наверное, для собак и для котов больше лекарств. Еще у меня здесь есть цифлодекс. Это лекарство с антибиотиком для ушей и для глаз. Тоже оставляем обязательно. И еще. И еще арома масла ваниль. Видите, сколько у меня есть арома масла. Но у меня нету аромалампы. Подарите мне аромалампу, пожалуйста. Недорогую какую-то. Самую дешевую. У меня было три. Три. Точно так же, как и фенов. Пять. Нету ни фена, ни аромалампы. Так. Это у нас, если я не ошибаюсь, хлоргексидин. Сейчас проверим. Нет. Это вообще просто какая-то вода. Пахнущая. А-а-а. Я знаю, что это такое. Пахнущая. Я же думаю, что это запах очень приятный. Это спрей ароматический. А-ля типа мист для собак. Есть мист для тела человеческий. А это мист для собак. Пахнет просто безумно вкусно. Оставляем тоже здесь в аптечке. Пудра. Пудра моя, но она необычная. А вот такая вот типа а-ля гелевая. Очень классная. Я ее очень люблю. У меня таких две. Одна у меня в сумке, вторая у меня везде валяется. Вот здесь вот в аптечке. Ладно, положим ее все-таки наконец-то на место. Ничего, что с этим пластырем, да? Ну, я типа по-модному, по-стильному. Витамин С. Это нам нужно. Кладем сюда. Витамины для кожи, для волос, для лица. Это можно поставить здесь. Что еще? Корвалмен. Это лекарство для сердца, которое я покупала совсем недавно, потому что пришло время, пришло мой час, пришел мой день. Менавазил. При невралгиях. Это мне посоветовали лекарство, вернее гель, мазь, когда у меня очень сильно крутило ноги. И вот мне посоветовали. Оно мне помогло, потому что у меня так выкручивало колени, суставы. Реально средство классное. Помогло. Дальше у меня есть детоксорб. Сорбент. Вроде бы это человеческий сорбент, если я не ошибаюсь, потому что у меня еще есть собачий сорбент. Да, это человеческий. У меня есть таких три штуки. Окей. Неовитам. Это по типу витамина С тоже. Вот витаминки я к витаминкам брошу. Теперь синус иммун. Это для носа, если очень долго насморк, то синус иммун. What is it? Это свечи от геморроя. У меня даже такое есть. Здесь лопирамид. Вот от чего лопирамид, I don't know. Но от чего-то, блин, он у меня есть. Оставляем. Это у меня декатилен. Лекарство от горла. Тоже от горла. Давайте, может быть, как-то. Я не знаю, как тут все распределить. Мне, наверное, надо еще один все-таки судочек. Это у меня панкреазин. Вот как раз вот все можно. Сердечное, точно. Мы сердечное положим к аппарату для измерения давления. Витамины к витаминам. У меня нету судочка для витамин. Понимаете, да? Витамины вот так вот. Судочка. И для горла, ну вот, ко всяким мазям. Еще у меня есть ножка. Еще ножка. Ножка к ножке. Еще декатилен. Еще лопирамид. От чего лопирамид? Я вообще не знаю. Ну, от чего этот лопирамид? Ну, я потом посмотрю. Еще у меня фарингосепт. Это тоже от горла. Еще у меня фурагин. 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 Это, по-моему, от воспаления мочевого пузыря. Что-то в этом роде. И гирпевир. Вот, да. Это от воспаления разных всяких штучек. Это панкреазин. Тоже панкреазин. Окей. Нефураксазид. От отравления. Есть. Наверин. Тоже это всяк. Я уже, видите, кладу куда-либо. Ну, потому что... Тионекс. Вот Тионекс это... Когда рука у меня болела, мне прописывали это лекарство. Когда-нибудь ли оно мне понадобится, я не имею понятия. И деклатол. Это тоже от этого же. Но это лекарство очень сильное. Я их отложу, потому что я не знаю. Я же говорю, возможно, они мне вообще никогда в жизни не понадобятся. И дай бог. Пресорб. Это у меня чисто собачья упаковка сорбентов. Если вдруг собака отробилась. Если у собаки понос. Если у собаки рвота. Пресорб. Перфекто. Просто перфекто. Так что для собак у меня на самом деле очень много лекарств. Реально очень много лекарств. Так. Нефураксазид. Еще одна упаковка нефураксазида. Разумеется, да? Вы понимаете, да? Наверное, вот все большие упаковки, которые вот так вот, я буду складывать все-таки в большое отделение. Это у меня Амоксиклав. Тут целых две таблетки. Поэтому я их оставляю. Это антибиотик. Который сейчас просто так не купишь без рецепта. Поэтому пусть лучше он у меня будет. Это у меня Аксалиновая мазь. Аксалиновую мазь еще миллион сто лет тому назад. Вообще срок годности у нее нормальный или нет. Но мне кажется, у мази срок годности не портится. Я недавно смотрела одного блогера, который выбрасывал, который любит выбрасывать просроченные товары. Я не знаю. Я реально не знаю. Я могу Аксалиновой мазью пользоваться много-много лет. И мне кажется, она не имеет срока годности. Хотя вот здесь вот написано до... Непонятно какого. 20-19. Ну, до какого тут года она? Вообще непонятно. Годен до... Годен до. 45-12-16. 12-19. Вот как вы думаете, годна она или нет? Я думаю, что да. Короче, Аксалиновой мазью мы пользовались вот так вот просто здесь мазали, когда был коронавирус. И говорят, что оно типа помогает и к тебе не прилипает разная простуда и болячка. Пусть полезет. Дексаметазон. Это у меня вообще капсулы. Ааа, я знаю, что такое. Это мы оставляем. Это тоже собачье лекарство, когда у них начинается грипп. Ааа, еще это называется питомниковый кашель. Калю вот этим вот дексаметазоном и проходит у собак все. Это тоже собачье. Атаксил. Эта штука полезная. Она от отравления тоже. И тоже, если вы слышите, тоже собачье. Видите, как я люблю своих собак. У них очень много лекарств. Фурацелин. Фурацелин, выросковье уражения опеки, траляля, хроничные отиты, инфекции полости рота и горла. Рта и горло. Таблетку с водичкой можно размешать, горлышко пополоскать. Я вообще не знаю, на самом деле, откуда у меня эти таблетки. Я ими никогда в жизни не пользовалась. И мне кажется, что у них срок годности вот уже и проходит. До 10-24. До 10-24 я болеть не планирую. Поэтому вот такие вот вещи я выбрасываю. Фервекс. Это можно оставить. Что это у меня? Цитрин. Вот это, по-моему, от аллергии. 100% от аллергии. Еще один цифлодекс для собак. Я очень сильно люблю им капать. Я очень сильно люблю им капать глаза и уши. У меня этого добра достаточно. Диклоберп. Протизапальный для ректального застосования. 10 субсензий. Но это мы оставим. Это что-то вставляется куда-то в что, не знаю. Но, наверное, оно нужно, раз оно у меня есть. По-моему, это когда в больнице лежала. Фортеза. Спрей для ротового поражения. Знеболивальный, протезапальный, дезинфикующий. Это вроде бы у меня от стоматита, фарингита, гингивита. После стоматологии. Годен до 2025 года. Это можно спокойненько, спокойненько оставить. Потому что это вещь хорошая. Метронидозол. Вот, по-моему, чего-чего метронидозола и гинстатина у меня дофига и больше. Мы его пока оставим. Так, здесь, там надо уже выпросить. Декатилен тоже сюда. А, А, С, но, Бифрен. Бифрен, это, если я не ошибаюсь, какое-то успокоительное. Польз будет. Витамин Д3. Понимаете? Витаминчики. Это хорошо. Амез. Амез даже не имею понятия от чего. Ну, пусть по воду. Так, гинстатин. Метронидозол. Метронидозол. Здесь у нас абсепсалициловая кислота. Еще один прессорб пакетик собачий. Для того, чтобы собирать какашки и нести их в бумажки, чтобы сдать аэлискала. Есть такая у меня штучка. Так, вазелин. Есть у меня даже вазелин. Когда-то читала, что вазелин очень хорошо от морщин. На ночь мажешь себе под глаза. Но я что-то пробовала. Не знаю. Мне кажется, он нифига не помогал. Так, и есть у меня еще очень много лекарств. Это у меня до 23-го года. Наверное, они уже недействительны. Реально до 23-го года, но это порошок. Но написано до 11-го, 23-го. Это цифтриаксон. Если это такой сильный, это сильный антибиотик. И он, наверное, уже все. Не вводим. И еще есть у меня кальций, витамин. От комаров. Можно здесь поставить. Шприцамбла. Это у нас что? Ацетилсалициловая кислота. Это у нас Апектал Ван Стоп. Это у нас пустой хлопокликт. Мне нужна отвертка. А это у нас седанол. Седанол. Тоже не знаю, от чего. Седанол. Пустой здесь. Все, ребята. И, конечно же, у меня есть градусник. Самый лучший градусник ртута. Есть. Все остальное для меня это цифтриаксон. Это когда-то я лежала в больнице. У меня было куча этого лекарства. Но здесь у него, к сожалению, срок годности прошел. А я не знаю, можно ли им пользоваться после прохождения срока годности. Поэтому я забрасываю. И также у меня еще есть куча метронидозола. Это тоже. Инистатина. Проверяем по сроку годности. До 26-го. Здесь уже просто дофига времени прошло. А вот этот вот метронидозол до 26-го года. Анистатин до 23-го года. Поэтому это мы можем оставить. Все. До 26-го. Не имею понятия. Вот есть у меня какие-то лекарства, которые я не имею понятия для чего. Все остальное вместе с этим контейнером я выбрасываю. Посмотрите, какой у меня контейнер. Amway. Когда-то у меня был стиральный порошок. Этой серии. И подставочка для телефона. Ее мы оставляем. Ее не сюда. Ее вот сюда. Можно бросить. Очень странный маленький судочек. Утилизируем. И все. А, стоп. И еще у меня есть бетадин. Это типа йод. Йод. Все. Боже, как красиво. Ну, как бы некрасиво, но хотя бы все. Смотрите, все, теперь у меня аптечка. И не надо везде лазить. Здесь вот так вот взяла аккуратненько. Здесь взяла аккуратненько. Здесь вообще все лекарства, которые не нужны. Здесь куча собачьих. Теперь я знаю, где все собачье. Пластыри и всякие витаминки. О, май гад. Это было красота. А вот это вот все я утилизирую. Потому что вот этот вот судок мне не нужен. Во-первых, это уже все. И здесь то, что прошел срок годности, где закончился. Магазин пив какой-то. Дисконтная карточка. Я в этом магазине, наверное, один раз всего лишь покупала. И проводочек. Тоже его убираем. У меня этих проводочков миллионы с тележкой. Я могу ответственно, я могу ответственно все выбросить. Не, ну смотрится это, смотрите, шикарно. Просто шикарно. По крайней мере, я теперь четко знаю, что у меня все лекарства находятся в одном месте. Те лекарства, которые мне не нужны, я их выкинула. Все остальное у меня отлично и хорошо. Что мы теперь делаем? Мы теперь моем посуду. И я думала сегодня же готовить тушеную картошку. Но, наверное, сегодня я ее опять же таки не приготовлю. Потому что, во-первых, Кира уехала на день рождения. Во-вторых, с ней их здравствуй, любимый. Во-вторых, у нас еще есть борщ. А смысл готовить картошку, когда есть борщ? Мы не едим первое, второе за один день. И в-третьих, и в-третьих, мне надо купить пойти колбасы. Мне Кира сегодня сказала, мама, где колбаса? Я говорю, а ее нет. И я только что была в той стороне, и я ее не купила. Но мне в любом случае туда надо, потому что мне надо сходить в банкомат. А я когда была в той стороне, около меня не было карточки. Мне нужно взять карточку и пойти в банкомат, снять маленькую сумму денег. Потому что сегодня моя тетлиночка, любимая, снова была в магазинчике. И снова купила для моих маленьких паразитиков игрушку. Игрушки. И мне нужно будет ей отдать денежку. Вот, поэтому нужно пойти снять. Всех люблю. Пошли гулять. Ты орал, как ненормальный. Давай, идем. Так сумасшедший. Орал, кидался на двери. А теперь сиди здесь. Я тебя в парадном не оставлю. Давай, давай. Чтоб не говорили, что я тебя ногой трогаю. За рукой буду трогать. Бедный, несчастный. Недотрога. Какой он мне устроил в квартире. Выпустите его на улицу. Я думаю, уже никуда не идти. Думаю, да бог с ней столько колбасой. Нафиг она нужна. Но пойду. Он виден засталил выйти. Давай. Все. Счастливенько. Кстати, я хочу сказать огромное спасибо Катюше. С телеграм-канала, которая вчера мне наколдовала, что снег не придет домой всю ночь. Так оно и произошло. Я его выпустила вечером, и он только утром вернулся. Колдуй теперь every day. Побожание ведь сельпо. Не бейтесь, просите допомогу. Я сегодня просила, чтобы мне подарили аромалампы. Так что я не побоялась. Мы посидим, поговорим о том, о чем. Вам не кажется, что мы слишком много едим? Мне кажется, что мы просто едим. Мы жрем очень много. Смотрите, я купила, чтобы лежало. Макарочки. Ну, просто раз уже было в магазине, то надо взять. Хлебушек гречневый. Ну, это к борщику. Булочка с маком. Это к чаю. Просто эта булочка за вечер уплетется мною лично. Мною лично. Я очень много стала есть. Я реально очень много кушаю. Из-за того, что я принимаю антидепрессанты, я всегда голодная. Я всегда что-то ем. Я где-то подъедаю, кушаю, кушаю, кушаю. Там яблоко, там персик, там бутерброд, там чай, там еще что-то, там йогурт. Ну, правда, может быть, не такая сверхъестественная еда, но я ем то, что я хочу. Я не могу себя заставить есть то, что я не хочу. Вот, например, борщ я бы сейчас не захотела кушать. Я его буду с удовольствием есть вечером. После борща скушаю пару бутербродов, скушаю булочку и довольная лягу спать. Потом где-то в часов 12 я захочу чай ночи. Пойду себе наделаю кучу бутербродов. Бутерброды я буду делать с колбасой. Да, и после этого я смогу абсолютно спокойно уснуть. Если у меня будет желание и чувство голода, я заснуть не смогу. Поэтому вот так вот. Потом я все ли взяла себе лично маленькую кока-колу. Прям лично-лично себе. И гранатовый соус. Это очень вкусно. Я попробовала первый раз гранатовый соус, когда мы были на шашлыках. Это безумно вкусно. Я думаю, что его круто и с салатой добавлять. Мне кажется, будет просто невероятно. И с мясом этот соус тоже божественно. Не невероятно, а божественно вкусно. Мне кажется, вообще он будет подходить просто под все. Сейчас я попробую. Да, я грязными пальцами буду пробовать. Мои же пальцы грязные. Да. Да. Боже, это оно. Это очень вкусно. Это реально очень-очень вкусно. И я взяла на пробу. Я еще ни разу не пробовала. Да вот решила и хочу попробовать. Чипсы нори. Я взяла с кимчи. Я взяла с си эйм ойл. Не знаю. И я взяла с терияки. Поэтому я сейчас попробую все. И как раз уже у меня время с собаками идти гулять. День пролетел. Уже пол пятого. Так что давайте будем пробовать. Первое. Пробуем терияки. Просто знаю, что очень многие любят именно эти чипсы нори. Думаю, блин. Ну, хочу попробовать. А пробовать какую-то одну, а вдруг мне не понравится вкус. А вдруг мне понравится какой-то из. Я буду потом покупать себе. Ну, такие вот чипсы нори. Боже. Боже. Так это же реально вкусно. Офигеть. Короче, с сетерияки. Просто отпад. С терияки просто отпад. Огонь. Си эйм соил. Что такое Си эйм? Какая-то морская соль. Или морская... Ну, Си море. Эйм. Не знаю. Короче, пробуем. Не знаю. Не знаю, как перевести. С каким-то маслом. Пробуем. Стерияки просто божественные. Ммм. Вот эти мне уже не нравятся. На. Да, ты хочешь? Не хочешь? Ну-то какие-то рыбные. Ну, это реально рыба. А это уже не то. Ну, я думаю, что в салат можно добавить и будет вкусненько. Терияки вообще огонь. Кимчи. Может, опять неправильно я что-то сказала. Ну, исправите меня. Так. Открывайся. Отчиняйся. Будем вот и выкуштувати. Ах. Нифига себе, сказал. Я себе. Обалдеть. Ладно. Придется разорвать упаковку. Так. Пробуем с кимчи. Ммм. Вот эти тоже классные. Они острые. А-а-а. Ммм. Жесть. У-у-у. Это такое острое. Ммм. Обалдеть. Вкуснотища. Вау. Остренькое. Вкусно. Короче, что я могу сказать. Вот это. Самое обалденное. Очень просто. Мне зашло прям. Безрумно. Это огонь. Я думаю, что оно не вредно. Все-таки натуральные водоросли. Думаю, что не вредно. И полезнее обычных чипсов. Обычные чипсы я вообще не люблю. Вот реально вообще не люблю. Если вы заметили, я такое не покупаю. Но вот это вот безумно класс. Прям можно смешать в тарелке. И кушать. А вообще классно на бутерброды, наверное, добавлять. Точно. Вот что я сегодня буду делать. Вот это. Все. Плюс гранатовый сон сам палить. Будет у меня офигенный бутерброд. А вообще я планировала сегодня вечером сделать бургеры. У меня же есть мясо. Но у меня нету киры. Я не знаю, когда она приедет. Короче, вы знаете теперь, какой мой фаворит чипсов нори. А я все собираюсь. И вы с собаками, блядь, 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 блядь. У меня холодильник наполнен. Надолго ли? Надолго ли он у меня наполнен? Ненадолго. Я теперь могу сюда еще поставить вот этот вот классный гранатовый соус. Я же говорила, что у меня здесь будут соусы стоять. Мохито это чисто так ради прикола. Соевый соус, гранатовый соус. Очень. Еще какие-то хочу необычные купить. Посоветуйте. Какие классные есть необычные соусы, которые максимально универсальные. По типу и салат, и мясо, и бутерброд, и все. Знаю есть, как его. Боже мой, вылетел из головы. А я же его иногда покупаю. Не соус, а не уксус. Забыла? Ну ладно. Напомните мне. Вы точно знаете. Потому что я его уже не один раз покупала. Помнила. Бальзамический уксус. Это тоже очень вкусно. Вышла я с собаками уже на улочку. Вон там Добби за лавочкой. Ты, Руся, Шанти. И знаете, что я заметила? Смотрите на мой ремешок. Раз, два. Теперь смотрите на меня. Раз, два. У меня ремешок четко под мой сейчас стиль. Это так необычно. Смотрите, я какая, видите. И ремешок мой. Идеально. Все, как я люблю. Пришли домой и мне отдали мою переноску, которую я давала. И терочка туда сразу залезла. Я ей постелила вот этот коврик, потому что она там лежала. Оттуда не вылазит. Короче, она просто обожает домик. Она реально обожает домик. И я на самом деле хочу купить домик для собаки и для кота. Я уже видела такие на тему. Если я не забуду, я вставлю картинку. И мне кажется, ты, Руськи, будет там мега-мега комфортно. И Добичка пришел. А мы Кирюшу ждем, потому что она с дня рождения едет и никак не доедет. А здесь мышка бегает. Я не вижу. Видно вам? Не видно? Блин, вам, наверное, не видно. Вон она, Веча. Тирим-тирим. 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 Короче, она бегает, бегает и еще раз бегает. Я не знаю сейчас. Если я сейчас открою, она убежит. Тирим-тирим-тирим. Не, не убегает. Видите, как тусит, тусит. Бегунья. Бегунья. Опа. Бегунья. Тирим-тирим. Маска. Опа. Побежали, побежали. Тебе не тяжело тут бегать? Я не могу понять. Слушай, еле крутится это колесо. Ты уже так тут все зарыла, что у тебя тут вообще все еле крутится. О. А это вообще не крутится. Мне сказали убрать вот эту штуку, что может быть ей она мешает. Я не знаю, мне кажется, она и на этой тоже крутится. Сейчас я ее просто подыму повыше. О, она что-то все перерыла. Все перерыла. Такая прям... Все закапывает. Все закапывает. Даже колесо закопало. Все закопало. Видите, она без хвоста. Она без хвоста. Мышь без хвоста. Но не боится. Мышь без хвоста. Но не боится. Короче, клево. Тут фонарики. Ой, знаете, что нужно еще робота, наверное, включить. Вот. Вот теперь тут красиво. Здесь я тоже включила гирлянду. Ну, потому что мне так захотелось. И здесь у меня тоже гирлянда. У меня... О. Слышите? Вот так вот он ломится домой. Добрый вечер. Да, я вас тоже ждала. Да, да, да. Идемте, я вас накормлю. Он пришел поесть. Катя, Катя. Я надеюсь, ты помнишь, что нужно делать, да? Пожалуйста. Начинай гадать. Привет. Привет. Куда тут что-то? У меня? И ладно. Что ты ела? Идем вам покажи, что я ела. И вы тоже... Кстати, Мире понравится понравится. Да? Но он большой. Он большой. Он вот так очень такой. А как он? У нее такая ручка? У нее ручка меньше, чем у нос. А, ну да. Мира же на гномик. Господи, я совсем забыла. Идемте я вам кое-что дам попробовать. Короче. Я купила... А вы пробовали это? Да. Серьезно пробовали? А ты какой вкус пробовала? Вот это злой. А, вот это? Да. Я хочу... О-о-о-о. Блин. А ты вот какой вкус пробовала? Это очень острое. Вот это? Попробуйте. Реально, попробуй. Но это очень острое. Ну, укусни. Укусни. Надо укусить. Мусорое. Мне больше всего вот это понравилось. Терияки. Вообще, я все съела. Вот это вам оставила. Попробуй. Реально вкусное. Вот это вот рыбой пахнет. Попробуй. Вот это острое. Это вкусно. Ну, попробуй. Она не любит ничего острого. Ну, попробуй. Ну, не надо. Облизни. Облизни. Нет. Ну, облизни. Ну, облизни, блин. Ну, пожалуйста. Она не делает. Она не делает. А мне нравится. Вкусно. Короче, у меня для тебя подарок. Какой? Мама, ты тоже мне Кира говорила сегодня. Мерей. Мы тоже кладем. Кто-то большой. Ну, и стучателефон такой? Ну, да. И все. Ну, это большой. Что-то сколько она начала с фото стать? Вкусно? Скажи вкусно. Она острая. А вот это вот мне рыбой. Не знаю. Мне это не очень. Ну, может, еще это попробовать. Ну, тоже прикольно. Ну, как бы говорится, я решила попробовать все, чтобы понять. О, прикольно. Классно. Но на ее телефон не так. Она может сюда фотку какую-то вставить, и будет прикольно. А теперь покажите. А я не знаю, где вы телефон. А где вы телефон? Нет. Я тебе точно звонила. Я тебе точно звонила. Ну, вот ей надо было розовый. Не было. Блин. Вот зачем покупать тебе оранжевых айфонов? Айфонов. Не было. Я себе хотела тоже такой чехол купить. Но просто не было. Ну, правильно. Это для керочки любимой. Самое лучшее. Ой, 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 сейчас опять начнет писать. Ой, а что у тебя там такое красивенькое? I love you. Ничего себе, Люб. Боже, сколько у нее там всего. Там целая жизнь в этом телефоне. Ну, да. Это так, та штучка, которая меняет карточки. Это так, значит, сучит. Можно у меня фотка. Да, значит, не со мной. Хорошо. Это что, похоже? А ты что со мной фотки носишь? Пошли! Ты не носишь! Я не видела, чтобы ты хоть одну носила со мной фотку. Пошли! Я слышу, что у нее тоже лежит? Я распечатала, чтобы носить с тобой. Оно у меня тоже так лежит вообще, топ. Ну, так у меня нет времени просто это все сделано. Времени нет. Картин не делал. Кстати, Кир, я тебе купила ручку клей. И смотри, вот это вот. Это клей-пластилин для картин. Какая-то фигня новая. Просто вот так вот берешь и клеишь. И многоразовая. И можно вешать твои картины и вот этих твоих деймонов. Деймонов. Хорошо, как в жвачках. Да, типа что-то такого. Я не знаю, я не пробовала. Я не пробовала. Потом попробуем. Я вот думаю просто, чтобы вот эту, может, картину повесить. Смотри. Я не знаю, куда-то, куда-то, куда-то. Я же как дракон выдала мне вода. Блин, оно же такое острое. Это жесть. Оно чувствуется? А ты так съела. Нет, по запаху не чувствуется. Спасибо, за чехальчик. На здоровье, солнышко. А я почему-то думала, что он объемный. У меня мрачное дыхание. Я дракон? Ну так оно кажется, что он объемный. А на самом деле нет. Так да. Ну прикольно. Все, Виктория убежала. Ужин наш готов. Достань мне, пожалуйста, одну луковицу. Я вчера кушала чеснок, а сегодня я улыблю луковицу. Именно лук. Знаете, как с солькой, так вкусненько. Мне все равно целоваться ни с кем не надо, поэтому я могу это все делать. Всех люблю, всем целую. Или наоборот. И всем на сегодня. Темочки, лавушки и... Чаушки, какаушки. Пока-пока. Короче, смотрите, он уже бегает и по вот этому вот колесу, по второму, по тарелке. Блин, какая грязная штука, смотрите. Он уже начал развлекаться везде по чуть-чуть. Но без хвоста. Но главное, хвостик зажим. Просто теперь у меня хомячья мышь. Или как? Придумайте ей название. Хамя-мыш. Мыш-хамя. Короче, что-то в этом роде. Я же говорила, что он страус. Видите, что творит? Веселуха-пруха-пруха-веселуха.